Мы идем на выборы, чтобы распустить этот парламент. Значит, должны быть объявлены в течение 90 дней по закону выбора следующего парламента. Туда уже пойдут партии. Нет, я знаю эту технологию. Кого бы вы хотели? Идут партии. Там будет создано новое большинство, которое, большинство, по нынешнему закону, мы все-таки не нарушаем закон, они должны будут выдвинуть кандидатуру и предложить ее президентом. И президент должен будет согласовать и, в принципе, согласиться с кандидатурой большинства. Я думаю, что наша партия получит большинство в новом парламенте. И она решит, кого выдвинет. Русатого, может кого-то другого. Я за то, чтобы... А потом-потом мы предлагаем изменить, принять новую конституцию на референдум и в конституции закрепить президентский режим власти. То есть не так, как сейчас, непонятно, парламентом, они не могут договориться, а чтобы была сильная президентская республика, как в Белоруссии, в России, в Соединенных Штатах, чтобы президент мог назначать премьера сам, снимать правительство, увольнять прокуроров, полицейских, таможенников, кого он считает нужным. Если президента люди избрали, дали ему наказ, он должен иметь рычаги. Сейчас президент не имеет таких рычагов, надо менять конституцию. Это первый пункт. Второй пункт, каким должен быть президент. Сейчас Тимовский тот же, он такой президент-экстремист. Он занял сторону одной группировки, меньшинства, вот этой группировки Плохотнюка. Он подписал эти законы по миллиарду, он говорит, что мы должны идти в НАТО, Молдова, что мы румыны, что мы чуть ли не должны объединиться с Румынией. То есть он не отражает мнение большинства людей. Президент, у нас и так общество расколото, президент должен не раскалывать дальше, не занимать чью-то сторону против большинства, а объединять людей. То есть у нас люди разных национальностей, украинцы, русские, ревозы, болгары, румыны. То есть президент должен их всех объединять.